Всем привет, с вами снова Филранос, мы продолжаем проходить третьего Ведьмака DLC Кровь и Вином. Делаем побочечки, сегодня будем делать заказы виноделов на всякие зачистки и очистки пещер и погрибов. Быстро справимся, может быть что-нибудь еще захерячим. Так, убить чудовища, которые облюбовали склад. Я не знаю, будет ли здесь что-то интересненькое, или это обычные зачистки, но сейчас... Сейчас узнаем. Сейчас это обычная пинка, что мобл будет. Пещерам и складам. Ну, может найдем что-то интересное, поэтому ладно. Вот одно интересное, что интересного обыскивать здесь. Ну, я имею ввиду именно вот то, что красненьким подсвечено. Что я должен здесь найти? Ох, нихуя тут погреб. Это уже к такому бы целое. Привет. Ой, бля, изи-пизи. Эй! Мать. А-а-а-а, здесь предусмотрено это. Потому что я ебанькой утопить смогу. У меня больше ничего ценного. Нет! Падуй. Да иди, твою! О, хорош. Все, бро. Чистенько. Со складом уже все в порядке? Ну, так что? Занялись вы моим складом? Испорченное мясо на складе привлекло гулей. Я от них избавился. Шершавые пятки святого лебеды. Теперь-то там уже не опасно? Нет, но лучше вычистить там все побыстрее. А то гули могут вернуться. Конечно, конечно. Мои люди сейчас же за это возьмутся. Тем временем, может, прикупите что-нибудь? Товаров у меня пока немного. Но через пару дней будут полные закрома. И цены вас порадуют. Покажи, что там. Чем торгуешь-то? Господи, да какой хуйней опять. Давайте драгоценности продадим. С твоего шпогреба причем. Магические предметы. Немного странновато, почему это магические предметы. Ну ладно. Будь. Интересно. А чьян фанели даст мне припит? Так. Где-то здесь меточка. Кажется, на горе. Да. Так. Следующий. Охренеть тут этих заказов на скреб. А, тут рядышком. В принципе, можно и проехать, я думаю. Так. Ну и, кстати, у меня что-то других квестиков я не вижу больше со знаками, с искательными знаками. Единственное, надо еще посмотреть квест, где сплотвой, говорящий. Он точно здесь. Я его точно не делал. Что, закипишь? Давай, папа. Вброс проедем. Вот холера. Никак похмелее не пройдет. О-о-о, здравствуйте. Интересно, что здесь случилось? Окровавленный дневник. Сегодня, возможно, все лишнее, случайно. Но, возможно, я нашу пещеру, в которую выйдет отличный винный погреб. Последний сезон был удачный пещер, в которой наш шоу просто идеально мне подходит. Там много мест в правильном уровне влажности. Явно делали спешки. В пещере чудовище. Огромные многоножки. Идва спаслить. Попробуем вернуться в пещеру. Что? Загасить. Нагасить не надо. Вот будет еще попробовать разбирать весь хлам, какой у меня есть. Мне кажется, там какие-нибудь резы можно получать. Это хорая. Ну, ничего особенного в этих квестах нету. Ну, ладно. Раз начали, то давайте уж пройдем. Но в миссии задание, видимо, будет не очень специфичным и интересным. Так, понял. Сюда. А, нет, слушайте, что-то, по-моему, есть. Нет, тут ни хера. Эльфийские инструменты. Вот, кстати, интересно, если гном с кем починить, то что будет? Это что, обычный предмет, что ли? Я думал, это типа под ремонт. И все такое. О, у нас хоть картины есть, надо будет повесить потом. Так, это все книжечки. А где, например, эльфийские инструменты повыскать? Хм. Вот они. Можно разобрать, понятно. Запчасти. Так что, гляньте, что там у меня на складе. Я уже совсем разобрался. Там была пара скалопендроморфов. А, и что мне делать, чтобы туда больше никто не залез? Не знаю. Я чудовищ убиваю, отгонять их не умею. Ну, зачем так резко? Вы мне помогли. За это я вам дам скидку на весь мой товар. Заходите дня через два. Посмотрите, какой я склад тут устрою. Мне пора. До встречи. Я тебя понял, братишка. Раз. Два. Ну и давайте до полудня. По ночам мне что-то не очень хочется кататься здесь. Вот так вот хотя бы. Ведьмак. Сейчас ему жопу медом намажу. Старый бедмедь крепко спит. Охуенный у тебя здесь склад. А что поменялось-то, э? Честно? А, ведьмак. Ну что мы. У меня вроде всего этого дохера. Давайте вот это купим, раз такое дешёвое. Бедо, альбедо. Вот эти все порошки. И... Так, чтобы тебе продать, кореш, что мой драгоценный. Ну, нас забираем вот это всё. Так, давайте, наверное... Один перстенечек оставим. Во! Не-не, я вот это хочу золотой. Я не знаю, что из себя представляют вот эти вот... Так, ожерелье продаём вот этим. Помпидо. А, всё, у тебя бабла нет. Отдыхай. Мне... Ладненько. Так, хорошо. Хорошо. Где у нас следующее задание? Серый грот. 1300 шагов. Так, вон там я помню знак быстрого путешествия был. Вроде. Или нет? Нет, нихера. Так, есть хозяйство базан. Можно оттуда. Музыка даже играть перестала. Так, есть хозяйство базан. 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 Ни хера, вот это нежданчик. Годи, платва. Да что годить-то? Поехали. О, вот это видочек. Красота. Ай, нахуй. На многие. Блин, интересно где походим. Теперь этой дорогой поедем. Кхм. А эти сука бочки здоровые! Куда сука? Так, кто нас удивит здесь? Вот это приятная ванночка. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Как ванна, не тихо. Оооо. Неожиданно. Ты чё? Так, ладно, на выходе заберем руду. тут ни хера нет есть ни хера нет хочу такие прикольные самые пещеры две горгули до не густо так нырять не вижу смысла на дне ничего не видно как впрочем и здесь по-моему а руда еще и не собирается симпатично место кстати нравится нравится да здесь роту тоже собрать нельзя отстойчиво все уже кончено все в порядке на кончировались на дело сделано а говорили что ведь макеи то сплошь лодыри или же баки чушь я устрою там склад через день самое большое через два и вас там будет ждать скидка на все товары ради интереса давайте посмотрим чем этот будет торговать если тоже сейчас всякие алхимические непонятные и приблуды нахер и ждать больше не буду а ведьмак чем могу позволь и вино а где справедливость почему они продают вино санса ретур например 29 38 я покупаю для за копейки и чем не наебываете-то 444 в жопу коммерсант херово я уже жопа вспотела так остальных даже проверять не буду видимо вряд ли нас чем-то интересным накормят в пещера шопота и коти хребет руины дворца наверно да так нам о зато там меточка есть давай бля бергис ты наверно воскресли да два дня помедитировал мне нету хорошо значит нам повезло пещеры шопота вампиры горгуль и были скалопендры были еще остались по идее цветы и вампиры лучше умереть может конечно и шарлей есть кто дома а а а а а и а Продолжение следует... 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 Шарли. Сквапендры? Сука. Как воду бедел. Ой, бля. Ещё могли быть цветочки, но я б что-то про Шарлей подумал. Так не зря. Так, начинается. Знается. Нет. Блядь. Заряжка. Пизда тебе, блядь. И всё? Да. Видимо, всё. Даже лута в этих пещерах нету. Обидно. Ну и хер с ним. Так, стоп. Как выйти-то отсюда? Ну? Готов. Пыр. Увидимся. Удачи, бро. Так, в таком случае, давайте закрываем последнее наше задание вот отсюда. И поедем смотреть, где у нас квест с платвой. И, наверное, после этого, заканчиваем серию и начнём с вами дальше херачить сюжет. По-моему, больше допок нету. По крайней мере, я никакие больше не помню. Вот. С лебедой прошли. Турнир прошли. Ну, я тут больше ничего не помню, кстати. Так, ладно, так доедем, раз уж я стартанул. Минные войны тоже прошли. Тоже сделал когда-то, помню. Вперёд, Пла-2. Да, пахнет прям город. Да, здравствует княгиня Анна Генреца. Нормально. Как-то. Как? Как-то. 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 очень увлекательное занятие скажу я вам надо было путешествовать так ну ладно это уже где-то здесь сидит единственное средство мостом за скандал накажут плеткой так ну чё я спас несколько рыцарей в беде за хера через 312 все банды и ствы помог себе на тело и глубочайшую признательность вот компенсация за ваше мешает сколько там тысяч двадцать давай ладно увидеть удачи тебе рыцарь вот холера что мне нравится ладно сейчас предмет дали это не сюда а вот трофей а это и этот типа доп опыта смертельный удар по человеку доп опыта смертельный удар по чудовищу дополнительное золото ну давайте повесим щит рыцарской пусть висит чем торгуешь ваша чувак я был херня я стопки а книжка что за книжка обычная без страницы удачи тебе рыцарь без страниц без черни у меня есть один переплет за так что ж давайте тогда думать где у нас плотва и ощущение что где-то я к вести кипарчик все-таки проебал я вроде столько квестов было дополнительно с этими знаками восклицательными на чё-то я их теперь не вижу вообще любопытно так там точно был лесочек и прудочек где это может быть а у нас еще кстати за данька была одна или мне лиси долл и немного необычная упырь в амфитеатре так а здесь где-то вроде меточка стоя его главный рынок пошли на него так ну и тогда загуглю раз меня нигде ничего не отображается холера что-то здесь не так по-моему здесь призрака пиздец наверно надо зажечь свечи в той же последовательности как написано в дневнике плохо а а а есть еще и пещера есть еще сюда и с пещерку ута нём Да нет, потом подниматься не хочу Так, в той же последовательности Что и в дневнике А где может быть начало? Вот начало Так, тут была самочка Получается, начало у нас отсюда Да, отсюда Погнали, раз Просто лень не искать дневник Пентаграмма, да? Не, немножечко странновато Но, по-моему, пентаграмма Готово Теперь выпить Какое вино Любое О, у меня вот эта бутылочка есть Белый волк Сука Так, может есть какое-то квестовое вино Приманка для чёрта есть Статуэтки Коровые О О, вот это значит Призрыв Призрыв Еще, еще В нём Тима Приманки Приманки Раз 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 К值 Те-не? Хм, хорошенько. где-то здесь тайник та самая пещера что так в решив пещеру идти давать а не стоять пещера так ну пойдет посмотрю в пещере иллюзия видимо по солнышку какой-то мелькает что-то здесь есть использует глаз все так ну что ж пойду тогда посмотрю где этот квест с говорящей платвой почему я не вижу так что увидимся с вами после перелистывания странички так мы продолжаем квестик нашелся есть честно скажу на гуглил да сам я так и не вспомнил я помню что у воды но где у воды хату воды может тут может там я не стал решил сэкономить время короче квест на говорящую платву у нас берется здесь плюс еще всплыла инфа что несколько интересных квестов есть которые я немного упустил ими займемся в следующей серии то есть да еще одна серия у нас будет посвящена всяким добкам и прочему вот но сейчас не об этом сейчас чем говорят лошади так еще раз показываю где это находится точный ночь про проебался получается замок дунтын и прям на север от него можно доехать из хозяйства базан как я сейчас такая хатка и какая-то пещера что за пещера самое забавное когда в самый первый раз проходил я выполню то есть я сам нашел это задание даже не гуглил просто катался и катался в этот раз 4 не додумал сюда съездить хотя бы мне кажется я мим проезжал и кстати можно даже не помню можно же на прохождении просто решил что потом потом выполним ну расскажи что тебя мучает спрошу как есть ты человек прости я не доверяю собственным чувствам да не призрак и не видение если ты об этом почему ты не доверяешь собственным чувствам меня терзает какой-то демон или призрак не дает мне спать он чего-то от меня хочет точно знаю только не пойму чего каждый день появляется а потом исчезает он и сейчас здесь за деревьями ничего не вижу понятное дело его нельзя увидеть но ты видишь только когда выпью отвар после него у меня болит голова мутит но я терплю не хочу глаз с него спускать торчок этот твой демон можешь его описать он выглядит как огромный конь стучит копытами во мраке прибегает смотрит на меня а потом убегает а это точно не простой дикий конь это создание не из нашего мира когда он на меня смотрит меня такой холод охватывает охватывает это средоточие зла всматривается в меня черными своими глазищами а я от ужаса шевельнуться не могу а что у тебя за отвар интересно что вызывает такие сильные видения гриб какой-нибудь крестник поднивка плясовая почти севушка обыкновенная вижу ты в травах понимаешь севушка мне казалось она вымерла я вырастила несколько штук из засушенных грибниц надеялась что отвар севушки позволит мне увидеть этот кошмар я не ошиблась насколько я знаю севушка вызывает серьезные побочные эффекты она действительно позволяет увидеть сокрытое да с ней я вижу его все лучше чем чувствовать что он где-то рядом но не знать где ладно раз уж ты так уверена попробую что-нибудь сделать осмотрю здесь пожалуй мертвые мотыльки некоторые духи притягивают их как пламя свечей что ты правда происходит сестры и братья в ребенке конец близок обратить первую книгу беда бла 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 понятно севушка обыкновенная сильный галлюциноген я думал эти грибы вымерли на подушке пятна крови кровавая дорожка ведет к окну ставни захлопнутые проверю с другой стороны есть там след вот кстати замечали когда-нибудь как а ты реагирует на геральта шипят а потом начинает убегать любопытно такая она тот же след края крови мертвые мотыльки некоторые духи притягивают их как пламя свечей да поняли кровавый след идет от подушки а тут обрывается медальон все еще вибрирует нечто высасывает по ночам кровь отшельницы надо с ней поговорить может она еще что расскажет ведьмак говорят флагеллянты бичуют себя чтобы искупить грехи всего человечества и умилостивить богов скажи затем ты этим занимаешься у всякого свои причины я надеюсь искупить страдания живого существа которое некогда пала жертвой тщеславия другого грехи человечества меня мало заботят предпочитаю общество зверей понимаю бля понимаю вообще скорее всего тебя терзает какая-то разновидность призрака пока не знаю какая ты не замечала упадка сил были на теле следы укусов да мне с каждым днем все хуже я уже говорила а укусы это ж обычное дело комары клопы это не клопы нечто гораздо более крупные сосет твою кровь когда ты спишь но я совсем уже не сплю все время он здесь смотрит на меня не могу так больше боюсь я мало чем могу помочь я не сумею устранить то чего не вижу может тебе выпить отвар сивушки у меня осталось два гриба на одну порцию хватит вдруг и ты тогда его увидишь давай наебнем пожалуй кроме сивушки ничего другого не поможет хорошо теперь твой отвар выпью я если начну бредить про единорогов или чародеек ты не обращай внимание да ладно залезай на единорога уж мы чародейкой давай гераль сдрогнем все ушки заебись никакого призрака годный клевер отличнейший букет кто это сказал о ты очнулся я уже начала беспокоиться думала может белого меду тебе дать только морда это сделать не так-то просто плотова какой у тебя странный голос я думал молодая кобыла должна звучать как-то по девичьей почему это тоже мне нашелся эксперт по разговорам с животными это все отвар наверно какие интересные побочки восхитительные правда пей его почаще я могла бы тебе столько всего сказать нет уж раньше или позже он меня убьет как так получается что стоит не только свистнуть и ты сразу тут как тут так ведь ты мой человек я должна глаз тебя не спускать позови меня с собой я приду сквозь злые ночи но вот почему по моему золотый океан переплывешь а перед низеньким заборчиком останавливаешься ну что поделать у всех есть свои пределы вот объясни надо заняться за пойдешь пока отвар действует вот-вот чудище само себя не победит ладно посмотрим что у нас тут иди за мной и постарайся ничего не затоптать пожалуйста геральт тут надо как следует осмотреться я поищу следы а ты ты просто постой ты только глянь ничего не это следы копыт но оставил их необычный конь это следы астрального существа идем по ним дохлые мотыльки часто означают что здесь был призрак а это каждый знает но запах то ты чуешь точно такой же был на кладбище вы зиме когда мы охотились на гулей это запах смерти запах как запах вот все эти следы не в коня корм ну знаешь ли помочь подвеска 3 крылья кажется на самом деле дело так давай подведем итоги что мы знаем что у меня крыша едет мало мы знаем это какой-то дух и почему-то он мучает отшельницу физического тела у него нет так что даже не представляют как с ним бороться если мы вообще его отыщем если позволишь это со всей определенностью нематериальный морок принявший форму коня морок очень может быть мороки абсолютно невидимы в том числе для ведьмаков но ты-то знаешь так для меня то он не невидимый вон он стоит заебись уходит по коням ведьмак надо его догнать но пошла вон он морок вперед геральт за ним мне надо экономить энергию кто знает сколько мне еще бежать норма тепля элитное снаряжение геральт без обид но мы должны поговорить о том как ты ездишь ты сделаешь мне огромное одолжение если будешь направлять меня более решительно иногда тебя так трудно понять мне налево направо мне крутить крупам а мне бы хотелось что ты быстрее откликалась на моей команды эй знаешь анекдот что сказал слепой конь выходя на конкурсное поле не вижу препятствий постараемся не упустить морок из виду теперь видишь его да шевелись ботва а что я по-твоему делаю крестьяне посмотри скажет для ведьмак совсем кукух и поехал блять уже по полю хуярит голова сушу нас такая вот еще вопрос почему ты иногда сбрасываешь меня в бою шутерку не припомнил кстати меня еще ни разу не сбросил так что я тоже не припомнил растворился в воздухе на кладбище нефтяк и он покажи тогда мод ты да мы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От этого надгробия исходит магический свет. Надо бы там посмотреть. Мартелло Калевичи, рыцарь, умер в том году. Он примерно одного возраста с отшельницей. Похоже, это его дух в облике коня мучает Пинастри. Зачем ты мне это говоришь? Я читать умею и выводы делать тоже. Да так, мысли вслух, чтобы сосредоточиться. Геральт, вон он морок. Отту его. Я все объясню. Пизде он, ногами. Говори, только быстро. Зачем ты мучаешь отшельницу? Это она меня мучает. Не хочет меня простить. Из-за нее я не могу обрести покой. Каждый день я прихожу, молю ее о милости. Молишь о милости? Ты пьешь ее кровь и пугаешь до смерти. Какая-то ужасная сила направляет меня. Не могу этого объяснить. Но знаю, что покуда Пинастри меня не простит, я не обрету покоя. А можно поподробнее? О, вот, да. Откуда ты знаешь, отшельница, что вас связывает? Мы были знакомы с детства. Я любил ее. Но она всегда была грустна, и что ее не радовал. Мир пугал ей. Я думал, что ее тяготит бедность. Поэтому сделал все, чтобы вытащить ее из деревни. Чтобы сделать нашу жизнь лучше. Я стал оруженосцем, взял ее с собой в замок. Но Пинастри быстро поняла, что знать ничуть не благороднее селян. А потом она еще и во мне разочаровалась. Сбежала из замка и примкнула к секте флагеллянтов. Я оставил двор, хотел быть ближе к ней. Но она и знать меня не хотела. Когда даже флагеллянты ее разочаровали, она стала отшельницей. Теперь я все вижу. А при жизни никак не мог ее понять. Из глубины могилы живые кажутся ясными вспышками. Сразу видно все их мысли. Теперь я понимаю, почему она отвергла меня. Она полна гнева. Возможно, это и превратило тебя в морг. Почему ты выбрал облик коня? Почем ты? С тех пор, как я умер, каждый день некая сила извлекает меня из могилы, заставляет меня бежать. А потом я чувствую вкус крови во рту. Не знаю, что со мной творится. Одно только ясно. Эта пытка не кончится, пока она меня не простит. Но ты говоришь, она видит меня конем? Именно так. Так же, как и я. Хоть не раком. Похоже, ты причинил ей страшную боль, если она обрекла тебя на такие муки. Что ты сделал? Ей? Ничего. Не ей. Но я забил своего коня. До смерти. Пинастря это видела? У меня был прекрасный жеребец, лызка. Норовистый. Сбросил меня во время турнира, а я так хотел выиграть. Да, это то, о чем она говорила. Как же я сожалею. Умоляю, прости меня. Отпусти мне грех ради лыска. Я не дам тебе прощения. Не мне тебя прощать. Но твоя лошадь может меня спасти. Умоляю, я в отчаянии. Помогите мне. Госпожа, прости мне мою вину. Пожалуй, твое прощение могло бы освободить его дух. Но прощай его, только если считаешь, что он заслужил. Ты совершил отвратительный поступок. Твой конь был тебе верен, старался как мог. Мы ведь кони такие. Ты права, я знаю, что заслужил свою участь. Но мы не мстительны. Мы не таим обид, не помним зла. Не обижаемся, когда нас тащат в лес полные чудовищ. Я прощаю тебя от имени бедного лыска. Благодарю. Я чувствую невероятно. Мне вдруг так легко. Ну ладно. Кажется, мы можем возвращаться. Призрак больше не будет мучить пинастри. Тебе есть что добавить, Геральт? Нет. Возвращаемся. Прикольный заданник. Морок ушел. Он больше не будет тебя мучить. Я сразу почувствовала перемену. Будто меня выпустили из душного, тесного подвала. Я и не надеялась, что кто-то мне поможет. Спасибо тебе, ведьмак. Я знаю, что ведьмаки задаром не работают. Но денег у меня нет. Могу предложить только это. Хм, картошка. Очень она уродилась в этом году. Лучше скажи спасибо моей лошади. Без плотвы я бы от призрака не избавился. Благодарю и тебя, благородное создание. Ну ладно, ловко мы вдвоем сработали. Что теперь? Идем дальше по пути? Поедем к ближайшей доске объявлений. Найдем следующий заказ. Ну да. Но я чувствую, что действие отвара слабеет. Скоро я перестану тебя понимать. Эх, какая жалость. А я столько еще хотел о тебе рассказать и... И-о-о-о! Да чего, кони сметленые? Прощай, ведьмак. Так, ладненько. Тогда на этом мы заканчиваем. В следующей серии еще поделаем пару заданек. Ну а сейчас с вами был Филранос. Всем пока. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!